Раз антипатриота, человека, который равнодушен к своей стране, более того, в случае войны он не станет защищать свою Родину и вообще непонятно, как себя поведет. Гражданскими обязанностями имеется в виду, например, участие в выборах. Наука, культура, медицина, спорт. Мы знаем, что действительно среди верующих, среди протестантов советского времени многие из них занимали такую позицию культурного нигилизма, то есть они избегали приобщаться к светской культуре, кино, театру, музыке светской и так далее. Также и отношение к спорту было, чаще всего, как к чему-то такому враждебному христианству. И на этом тоже строился такой образ мрачного сектанта, который далек от реальной и современной жизни. И вот этот обобщенный негативный образ сектанта, он зачастую строится без внимания, к каким-то конфессиональным особенностям. Впечатление такое, что для советской пропаганды не было никакой разницы адвентист, баптист, пятидесятник. Важно только, как он относится к военной службе, к культуре, к учебе, к советской власти. Но это самое главное, конечно. И вот здесь я составила такую табличку, как советская идеология представляла сектанта. И здесь происходит, если посмотреть публицистику, художественную литературу, кино, то, как правило, нету сектанта такого вот единого. Есть лидер и есть рядовой верующий. Ну и если сектантский лидер хитрый, он манипулирует людьми, он разжигает фанатизм и изуверство, он лицемер, то есть живет не так, как учат. Вот, он тунеядец, то есть живет на советство верующих. Вот, хотя мы знаем, что, особенно те, кто помнит советское время, что как раз многие служители, ну, унесли свое служение в церкви в свободное от работы время. То есть они как раз работали и на производстве тоже. Но верующего тунеядцам было сделать очень легко, достаточно было уволить его с работы и не дать устроиться на другую. Вот тебе и тунеядец, вот тебе и ссылка за тунеядство, или такой вот негативный образ. Вот, ну, конечно, мы знаем, что в крупных общинах служители могли находиться вот и на зарплате. Вот, хотя понятно, что тунеядцами они не были, потому что, несмысленно, да, не в церкви. Преступник, бывший коллаборационист, сотрудник, который сотрудничал с оккупантами, если взять художественную литературу, если взять такую публицистику советского времени, хрущевского времени, то просто вот трудно припомнить, чтобы сектант, сектантский лидер старшего поколения не был как-то вот замешан в сотрудничестве с оккупантами. Ну, хотя, на самом деле, в истории все было гораздо сложнее. Но если не коллаборационист, то спекулянт, вот, используют там верующих на своем огороде, торгуют и редиской, и на рынке, и так далее. Ну, словом, враждебный уменьшен. Значит, враждебен им или недоброжелательным к советской стране. Ну, здесь пропаганда не утверждала, что сектантские лидеры всегда враждебны. Вот. Но если нету прямой вражды, то, по крайней мере, нету и желания служить своей стране. И сектантский лидер не способен к перевоспитанию. То есть его можно посадить, его можно там, как-то, изолировать от общества. Вот. Иначе рядовой верующий. К рядовому верующему, вот, в советской идеологии даже такое сочувствие – это жертва. Вот. Человек безвольный, легко попадающий под влияние. Или у него есть родственники верующие, он от них зависит. Вот. Он часто одинокий, больной, переживший несчастье. То есть его несчастьем пользуются, значит, зловредные сектанты. Вот. Он невежественный, необразованный. Ну, невежество и необразованность – это немножко разные вещи. Необразованность – это когда нет образования, а невежество – это когда человек вообще не желает расширить свой кругозор. Вот. Социально-пассивный. Вот. Он может и не быть врагом советской власти, но он, как бы, и не, как называется, и не друг. Вот. Он просто плывёт по течению. Он слепо подчиняется своим лидерам, по крайней мере, склонен к этому, но он способен к перевоспитанию. И, значит, очень часто советская пропаганда, советские усилия вот перевоспитания верующих были направлены не на лидеров, а на рядовых верующих. Значит, возьмём, рассмотрим более подробно такое обвинение страшное, как то, что якобы сектанты, значит, приносят в жертву детей, молодых девушек. Это не всегда, ну, как бы, в советской пропаганде это не утверждалось, как такое обобщение. Вот. Там брались отдельные случаи. Случаи в каких-то, действительно, странные, не всегда объяснимые, иногда высосанные с пальца. Но если взять вот именно то, о чём говорили в народе, ну, кто такие баптисты? Ну, они жертвы приносят. Вот. Ещё устраивают, значит, сексуальные оргии. Вот. Ну, и рассмотрим несколько таких вот странных случаев, на которых это обвинение в жертвоприношениях строилось. Вот так называемое Кашинское дело 59-го года. Очень странное дело, значит, когда муж и жена Бородины, православные, кстати, значит, якобы в пасхальную ночь, значит, Иван задушил своего 9-летнего сына Лёня во искупление грехов. Жена его в этом не участвовала, но когда, значит, когда мальчик был убит, она помогла мужу, значит, спрятать труп. По этой причине они оба были приговорены к расстрелу. Вот. Ну, я так знаю только то, что об этом утверждала советская пресса. Ну, могу только предположить, что смерть мальчика действительно имела место, потому что в таком маленьком городке все всё знали, и, ну, не высосыщут из пальца какого-то мальчика, какого-то, значит, какое-то убийство. Как это произошло? Зачем это произошло? Судить не берусь. Но самое интересное, этот случай помнят до сих пор. И все окрестные жители твёрдо убеждены, что это сделали баптисты. Хотя советская пропаганда писала, что это были православные, и даже вот в ночь этого смерти этого мальчика, значит, тоже, значит, посетили православную церковь вознесения. Вот ещё несколько случаев, значит, убийства в Новосибирске 12-летнего пионера Володи Йенина. Вот. Он без спроса вместе со своими товарищами залез на церковную колокольню. Сторож и панамарь попытались им помешать, но и опять же не знаю, был ли это несчастный случай. Вот. Могло быть, там, ружьё могло случайно выстрелить. Что это было? Вот. В результате, значит, мальчик погиб, а по всей стране, значит, массированная компания против, значит, убийц пионера, вот, тоже, значит, главный обвиняемый прикладён к расстрелу. А вот сфабрикованное, значит, обвинение. Человек этот, Иван Федотов, впоследствии епископ Пятидесятнических, не зарегистрированный Пятидесятнический церкви, он был обвинён в подстрекательстве в грамотоприношении ребёнка. Ну, сейчас уже известно, что это была провокация, и здесь никакой смерти ребёнка не было, но якобы вот он предложил матери принести в жертву девочку, значит, дочь. Вот. В 90-е годы Федотов был реабилитирован. Вот. Ну и, наконец, ещё одно убийство в Амцанске, Аравовской области, это летнего Валера Дмитичкина, вот, обвиняемая баптистка Мария Рыкова, мать шестерых, по-моему, детей, то есть многодетная мать, впоследствии она попала в психбольницу, вот, и тоже до сих пор этот случай, я тоже не могу его объяснить, вот, но якобы она, значит, взяв этого ребёнка, вот, здесь ему нанесла рану со словами это тебе вместо пионерского гаус, чтобы в присутствии нескольких свидетелей, которые, правда, не успели ей или не смогли ей помешать. Вот. В день похорон милиция принимала специальные меры, чтобы не было погромов, потому что горожане были настолько наэлектризованы, что даже готовы были идти и убивать, и хранить дома баптистов. Вот. Этот случай тоже помнят до сих пор, и до сих пор, значит, в Анцентске очень сложно баптистам, потому что, вот, прошло почти, ну, да, почти 50 лет, но это полно. Так, сейчас, извините. Ну, вот, немножко я уже должна идти к концу. Хочу вам показать, значит, такую таблицу фильмов, снятых в Валдинахуеве на контексте «Звёздной Хрущёвской кампании». Значит, антирелигиозных фильмов. Их было, как минимум, 11, возможно, больше. Вот. И по конфессиональному разделению мы видим, что примерно напополам так называемые традиционные конфессии и так называемые сектанты. Три фильма о православных, один о католиках, один о гумиатах, но фильм Иванна, который снимали, кстати, во Львове, вот, по повести Владимира Белова. Значит, целых три фильма о пятидесятниках, значит, два смятых на Мосфильме и один на киностудии «Довженко». На киностудии «Довженко» потом был снят уже в 80-е годы другой фильм о пятидесятниках, у призраков «Клино». Но, несмотря на такое мрачное название, фильм уже более такой сдержанный, там нету такой наблюдания напряженности, как, значит, в фильме, допустим, «Туча над Борском». Два фильма про свидетелей Иеговы. Вот, и один фильм «Конец света» там действуют и православные, и сектанты, причем сектанты такого непонятного культа. Ну, и на примере, значит, фильма «Туча над Борском» хочу тоже показать вам особенности советской идеологии, как представляли в этом фильме сектанты. И, кстати, этот фильм, он до сих пор известен любителям кинематографа. И, как сказали одни мои знакомые, вот, супружеская семья, вот, пастор и его жена, они, посмотрев этот фильм, они сказали, если бы мы его увидели раньше, мы бы никогда не пришли к протестантам. Вот, фильм талантливый, с хорошими актерами, вот, звездами Инна Бувайра, известная, значит, звезда того времени Инна Чурикова, Владимир Ромашов, Никита Михалков, там снимался еще в детстве. И вот, как эти образы сектантов, представлялись в фильме «Туча надборства». На первый взгляд, добрые, отзывчивые, вот, кто этот фильм видел, значит, готовы помогать в беде. Вот, но в действительности лукалы двуличные, у которых, значит, свои цели, вот, и они свое истинное лицо раскрывают не сразу. Знают советские законы, но используют их только для своей выгоды. Вот, ну, кто помнит этот фильм, там в одном месте даже проповедник упрекает учительницу, что ее ученики нарушают советские законы. Ну, а нарушение закона сводилось к тому, что один мальчик, значит, сорвал подпольное богослужение, там, прыгнул в сарай, вот, и всех перепугал. Значит, ради привлечения всех, кто новых людей, готовы идти на обман, подлог, провокацию, то есть цель, оправдывая средства, и там это в фильме показано, кто видел, помнит, а кто не видел, рекомендую посмотреть. И руководители секта в данном случае, они сами как бы остаются в стороне, но подстарегают преступления простых верующих. Там в конце фильма девушку попытались распять, вот, причем подстарегнули к этому руководителю, руководительница к этому подстарегнула, но потом она тихонько скрылась, а, значит, рядовые верующие оказались исполнителями этого страшного действия. Вот, ну, я уже должна, я уже должна заканчивать, просто покажу вам несколько фотографий. Это вот фильм «Любуй тебя жизнь» про свидетелей Иеговы. И все же даже по фотографиям видно, значит, кто жертва, а кто сектанский лидер. Жертва – это симпатичная девушка, завлеченная в секту. Ну, а этот такой, у него, видит такой, ну, сразу, если так, то еще, светок на камне. Ну, это тоже рекомендую всем посмотреть. Вот именно Бора Дученко, который там и сыграла, ну, не важно, украинская актриса, очень полотливая, но, кстати, на съемках этого фильма она погибла. Вот, поэтому фильм доделывали, значит, уже без ее участия. Вот, она же играла и Иванну, фильм «Иванна». Вот, и здесь тоже мы видим такой контраст, красивая, приятного вида девушка, и, значит, тоже сектанский пресвитер, у него такое лукавое выражение лица, сразу видно, что он ее клюет. Вот. И не исчезает в полдень. Ну, о нем говорить подробно я, уже нету времени, но там тоже такие сектанские, сектанские комбизии пресвитер. И просто я покажу еще два слайда, вот, зачем нагнетали это в обществе. То есть, в принципе, сажать верующих могли и так, могли и без одобрения этого ящица. Но в советское время все было принято делать с одобрения, и любая, значит, репрессия против верующих, сопровождалась искренней или лживой кампанией в обществе. То есть, письма в газетах, митинги, собрания, так называемые общественные суды, когда верующего выставляли, значит, на позор перед трудовым комитетом, передавали детей, верующих, в имеют детские дома, тоже по требованиям трудящихся. Ну, и тоже часто, вот уже в поздний социализм, встречалось такое требование, вот, просто впечатление такое, что некоторые трудящиеся кушать не могли, если какой служитель пульта пенсию получит. Вот, уже там не требование расстрелов в 70-е годы, а требование лишить пенсии, лишить государственную помощь, типа, раз они против государства, то чего они тогда пенсию получают. Так, но, тем не менее, отношение к сектантам было, несмотря на такую массированную пропаганду, я вынуждена что-то отпускать. Ну, вот высказывали, например, известного писателя Владимира Тондарякова, баптисты сильны не проповедями, а тем, что создают вокруг себя иллюзию человечества. Вот, то есть здесь мы видим, что очень, на самом-то деле, неоднозначную реакцию называла эта пропаганда. Ну, и последнее, я хочу вам показать, как в общественном сознании, ну, на мой взгляд, значит, сложился таким образ сектанта в советское время. И мы видим, что образ этот неоднозначно негативен, вот, хотя есть и негатив, это фанатичный, неледимый, мрачный, изувер, там может быть и психически больным, но при этом трезвенник, трудолюбивый, надежный в работе, между своими взаимовыручка, помощь, любовь, верен своим убеждениям, не боится о них говорить. И этот образ сектанта я составила и по каким-то воспоминаниям, и по личным впечатлениям о советском времени, и по каким-то воспоминаниям, и по советским статьям, книгам, брошюрам, фильмам и так далее. Вот. И я хочу напоследок сказать, что уже к концу 60-х годов, вот эта галутиловая пропаграмма, она пошла на спад, люди от нее устали, хотя по инерции она существовала до конца советского времени. И то, что в годы перестройки и в начале 90-х люди рванули в протестантскую церковь, это показывает о том, что влияние пропаганды, оно не так уж сильно, как это иногда кажется, на первый взгляд, особенно в период пика такой-то оголтенности. Люди устанут и будут думать по-другому. Другое дело, что, к сожалению, сейчас уже пошла такая вторая волна, вот, когда уже используются какие-то проколы, просчеты протестантов, истинные или мнимые. И это тоже сейчас по-новому используется. У нас в России целая серия таких вот скандалов, связанных с протестантами, произошла. Вот. Ну, а на этом спасибо за внимание. И вот, если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо большое, Таня Карина, за очень интересную презентацию. Многие из тех, кто в этом зале находится, они уже выросли в другое время, им, как бы, думаю, было интересно узнать о том, как опасно идеализировать советское прошлое, да, и помнить о том, что оно было все-таки очень антирелигиозным. Друзья, можно выкинуть, запитания, будь ласка. Тогда я уже, пользуясь тем, что у меня микрофон, задам вопрос один. Таня Карина, вот как этот образ сектанта отбился или отобразился на самом самопонимании самих протестантов? То есть, как он повлиял на их самооценку, самоидентификацию? Можно ли просадить здесь какое-то влияние? Ну, безусловно. Во-первых, в стране, где человека из поколения в поколение люди растут с чувством, что они из боя, тут у них очень сложное отношение к самой стране. Вопрос патриотизма действительно очень сложный. Как любить страну, которая тебя ненавидит? По крайней мере, в значительной части. И стремление к изоляции. Это тоже, безусловно, последствия вот таких дальней. Пожалуйста. Только скажите, Павел. Чопик Васильевич. Почему власть боялась религии? Ведь фактически я не понимаю, что ничего страшного религия не принесет для него. Именно из-за чего боялись, что они вели войну против религии. Ну, я думаю, что тут коммунистическая идеология вообще не терпит конкуренции. Религию вынуждены были терпеть, но без терпимости. То есть понимали, что невозможно ее запретить, пока останутся верующие люди. Но отыгрывались на верующих. Что же касается, почему именно на сектантах, мне кажется, это наиболее беззащитный объект травли. Потому что травить всегда удобнее того, кому труднее всего ответить. Православных травить было сложнее, 60-50-60% детей в 60-70-е годы были криченые. То есть родители все равно как-то сочувствовали православию. С сектантами было проще. Спасибо, Елена Керимова. Время бежит, мы вынуждены двигаться дальше. И сейчас я хочу запросить до слова Михаила Михайловича Лукьянка, старшего наукового працівника Центру исследования релігии национально-технического университета, а также наукового співробитника Ресурсно-доследовательского центра кандидата исторических наук, который нам расскажет про трансформацию, которая происходит в нашем витчизненном 50-ти. АПЛОДИСМЕНТЫ Витаю, шановне. После таких эмоциональных картин, позволите перейти до других тем, которые не совсем, возможно, цикады, но и реальны. Мы поговорим с вами про трансформацию 50-ти релігийных центров в Косрадянскую Украину. Ну, на тлі лібералізації релігійної в СРСР, кинця 80-х, початку 90-х, начался новый этап революции письменно-патестантских течек. За думкой у всех, влюбленной нами Викторией Ивановной Любашенко, цей процесс можно назвать новым этапом подальшего формирования сучасно-патестантских церквей. Цей процесс, как мы знаем, был штучно перерывом в 20-е годы через Радянский аэтистический эксперимент. И новый виток трансформации в большинстве письменно-патестантских течек, влажно 50-х, проявился в явище релігийной институционализации, которая выполняет процесс формирования сталого комплексу формальных и информальных правил, норм, бюро-навчальных принципов, организационных структур, и отбывается в меру развития успенности объединения конфессионного статуса. Питание формирования и трансформации релігийных центров есть одними из главных процессов институционализации. Під релігийным центром в данном контексті ми розуміємо центрально-виконавчо-розпорядочий церковний орган, який репрезентує релігийна объединка. Подібні центри утворюються на з'їздах або конференціях релігийних объединень і дій згідно з статутами, які утворюються на цих формах. Для раннього п'ятодесятництва питання на церковних структур взагалі було не цікавим, тому що ранні п'ятодесятники позиціонували себе як неформальне об'єднання християн і общин, підхід до церкви, який ґрунтувався на демократичному, децентралізованому русі низових членів. Головні складові вчення про церкву складали трансплановані новозавідні підходи місійності, харизматичності, демократичності і антиклерикальності. І в цілому акцент на суб'єктивному моменті робить особливо проблематичною вертикальну модель організації п'ятодесятництв. Тому на тлі інших представників пізньопротестантської палітри п'ятодесятництво діє як найменш організована течія, що не має єдиного свідового оценку. Втім, протягом ХХ століття світовий п'ятодесятницький рух пройшов з шлях від негативного ставлення до власного організаційного формування до масштабних побудов церковного типу. Водночас в межах п'ятодесятницьких течій продовжують існувати відгалуження, що мають значно нижчий рівень формування регіонійних структур. Паралельно до процесу інституціоналізації п'ятодесятники прагнули поглибити екозіологічну рефлексію в умовах змін. В останніх екозіологічних розробках найбільшого у світі п'ятодесятницького об'єднання Асамблеї Божі знайшов місце компромісний підхід у дилемі церква – це організм чи організація. За ним Асамблея Божа вважає церквою як організм, так і організація. Тобто тенденції стерилізації в п'ятодесятницьких осередках можуть змінюватися розповсюдженням елементів субтворення і навпаки. На відміну від Баптийському, де по великому рахунку декларується відданість конгренціоналістській системі управління, в п'ятодесятництві поєднуються три системи – євископальна, пресвіторіанська та конгренціоналістка. В п'ятодесятницькому осередовищі знаходять, як ці три системи можна поєднати – пастор отримує відкриття від Бога і радиться з церковною радою, як це відкриття донести членам церкви так, щоб вони його сповняли. Таким чином три моделі устрою церкви поєднуються в п'ятодесятництві. П'ятодесятництво в нашій країні завжди тяжіло до створення єдиного керівного чи координуючого центру. В 20-ті роки, правда, цей центр відігравав зовсім іншу роль. Ключовим пріоритетом раннього п'ятодесятництва в вітчизняному контексті, якщо ми говоримо про магістральні напрямки, була євангелізація. Тому якраз цей центр виконував роль місіонерського центру. Як ми знаємо, післявоєнний період пятидесятники втратили можливість формування власного середку. Частина з них пішла в союз з бавтистами через сваму, серпневну угоду, а пізніше автономна реєстрація груп хрещених Святим Духом, розволена радянськими органами в 1968 році, не передбачала наявності легального духовного центру. Таким чином на кінець 80-х років вітчизняне п'ятодесятництво було розділено на декілька частин. Більша з них, принаймні за офіційною статистикою, входила до ВРЄХБ за умовами Московської угоди. Діяльність автономно зареєстрованих громад координувала невизнаною державою Рада пресвітарів, яку очолював Азерюга. Ну і нарешті була незареєстрована частина п'ятодесятників, начали з Білих і Лівчуком, які в 1982 році розкололися через різну реакцію на так зване таїнське пробу. Наявність керівних центрів з одного боку свідчила про потенційну можливість утворення власне п'ятодесятництво об'єднання, з іншого – організаційний поділ п'ятодесятництва при відсутності загально визнаного лідера спричнили значні розбіжності в питанні формування єдиного союзу. Слід зазначити, що до наявних культових розбіжностей п'ятодесятництва, які існували до 45-го року, далися нові викликання різним статусом цієї течії післявоєнних періодів. Так намітилися певні особливості в питанні на іменування вищих керівників об'єднання. Незареєстровані п'ятодеські урахування очолювали тепер єпископи. Подібна практика була відсутня під час легального існування Союзу Християн Іванівської Віри. На думку Франчука, відомого дослідника, такий крок було здійснено під час Другої світової війни, задля представництва перед німецькою окупаційною владою, для якої на іменування дохівників єпископа було звичним через номінальну приналежність або ознайомленість з системою керівництва лютеранської церкви. Відновлений у роки окупації П'ятодеський Союз називався єпископальною церкою системою віри Іванівської віри, а керівним органом його стала єпископальна колега. Але після воєнний період, старших присвітерів продовжують в незареєстрованій частині п'ятництва називати єпископами. Це не лише термінологічно легітимізувало єпископа, а й засвідчило нову суть влаштування общих хрещених Духом Святин. Вони тепер вибудовувалися не знизу до верфу з цілі місіонерської координації, як це було в 20-ті роки, а зверху до низу забезпечують чи згуртованість перед обличчям зовнішньої загрози. Тобто відбувається своєрідний еклезіологічний сув, в якому пневматологія, яка раніше живила місійну діяльність хрещених Святим Духом, тепер скоріше підкреслювала особливості їх ідентичності. Останнє фокусувало вірних на власній духовності і стало фактором зміни розуміння пневмоцентризму від місіонерської общини до общини вибраних святий. У такій формі організації єпископ ставав символом вірності традиції. Фактично, для значної частини 50-тства стався перехід від відкритої моделі існування об'єднання, яка корелюється з місіональностю, до ізоляціємістської суспільно-індиферентної скерованої на збереження абсолютизованих віронавчальних особливостей. Своєрідною гарантією цієї збереженості ставав єпископат, котрий дбав не про поширення вчення, а про демонстрацію вірності йому. Друзі, як на мене, це фактично ключовий перехід, який стався в П'ятдесятництві після воєнного періоду. Якщо раннє П'ятдесятництво, воно місіональне, і всі надцерковні структури в ньому забезпечують його евангелізаційний поступ, поширення благовісня. І цікаво, що в іншій свої статті, яка буде опублікована по матеріалу збережної екадемії, я аналізую те, яким чином старші благовісники, які 20-ті роки були поширені, вони перетворюються в так званих єпископів у 40-50-ті роки. В цей час зовсім інше розуміння і Духа Святого, якщо пневмоцентризм в 20-ті роки, він ніби живить місіональну активність, то в 50-ті роки пневмоцентризм він вже підкреслює нашу ідентичність, і тому ми не можемо йти в союз з баптистами, тому що вони нехрещені Святим Духом, раз вони нехрещені Святим Духом за знаку інших мов, навіть питання їхнього спасіння під сумнівом і богословською мовою кажучи, ми можемо сказати, що післявоєнний період пневматологічні особливості 50-ті були введені в сатериологічну площину і таким чином роз'єднали тих 50-тників, які були в складі з ВРЄХБ і тих, які підкреслювали незареєстрований статус, і це все поєднував інститут єпископату, який в цей час тепер був покликаний зберегти вчення недоторканості і в тому, щоб люди були вірними і звичайно, зовсім по-іншому змінюється підхід до самого Хрещення Святим Духом. Якщо 20-ті роки говорили, що Хрещення Святим Духом за знаковою мов, це лише початок справжнього життя та служіння, тепер Хрещення Святим Духом це сволідний квиток небеса і коли людина його досягає вона демобілізується і таким чином в 90-ті роки 50-ті роки дуже тяжко стало пояснювати членам церкви про те, що це лише інструмент для місіональної активності, а не те, що підкреслює власну ідентичність. Отож, шлях до легалізації та створення єдиного об'єднання 50-тих РССР було покладено в 85-тому році, коли Рада єпископів незареєстрованого братства повноважило своїх представників Камінського та Мельника вести переговори з Радою у справах реліки. Позитивна відповідь була отримана лише в 87-му році. У липні 88-го року був утворений комітет, але ключові лідери нереєстрованого руху Білих та Левчук поставилися до формування єдиного центру обережного і практичні кроки вирішили не робити. Вони були обмануті радянською владою в 57-му році. Вони це засвоїли. Є цілий такий синдром, який називається, чи точніше кліше у роки 57-го, створився психологічний поріг, який вони не могли одномоментно подолати. Разом з тим, зустріч священнослужителів ЦЕРПХВІ різних напрямків, на які вони привирилися, цитую, визнали, благословили один одного, зробили практичну підготовку у питанні формування керівного центру, а також створення арткомітету в 88-му році стало виявом відмови вліччизняного 50-го від подальшого септанського існування. Привертає увагу і ідентифікація майбутнього об'єднання як церкви ХВЄ, що може бути поясненням прагненням до духовної спільності організаційно-розалуженого 50-го, а також певною мірою надякає на форму організації цієї пізній протестанської течії в наступній рокі. Інтеграційні прагнення хрещених святим духом наприкінці 80-х виявилися потужнішими за окремі культові розвічності, однак не розначали подальшого співвістування в організаційній єдності з ЄХБ. Тобто у 88-му році 50-х, які були в складі з баптистами, вони подають заяву на припинення діяльності серпневої угоди, і пленум в РЄХП задовольняє прохання християн віри іванглівських, зазначавши, однак, що ми продовжуємо стояти на позиціях єдності, сповідуючи віручення іванських християн баптистів. А потім відбувається знаменитий Коросленський з'їзд, на якому було засловлено сукраїнський союз християн віри іванглівських. Спочатку він називався просто союз християн віри іванглівських, який об'єднав 430 громад і 55 тисяч членів церкву, що становили 80% усієї 50-ї мережні. З'їзд обрав ставшим пресвітором України гушно незареєстрованого виколу Адамовича Вильника. Інші відгалуження 50-ства, які війшли в Новий Союз, були представлені його заслуги. Крім цього, на з'їзді була прийнята структурна будова Союзу, основою якої була покладена колегіальність організації церкву. Вищим органом Союзу було визначено з'їзд представників церков, що обиралися на регіональних обласних конференціях і церковних нарадах ТВІ. Вищі виконавчі органи особливала Рада Євископів, Старших Пресвіторів. Таке наіменування стало головною відмінності від структурної побудови іванських християн-баптистів. Втім, на початку 90-х, в 50-м серед році, не було чіткого розмежування в Санні Єпископа до Старшого Пресвітора, про що свідчить відповідне положення статут. Цитую. Враховуючи історичний розвиток церкви ХВІ, в нашій країні зберегти звання керівників областей регіонів Старший Пресвітор або Єпископ. Тобто, на початку 90-х статутні документи не дозволяють говорити про те, що було розмежування в поняттях Єпископа і Старший Пресвітор.